Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ах, как же не плакать, когда единственный дядя и единственный покровитель повредился в уме. Он читает рыцарские романы с утра до вечера. Мы к этому привыкли. Но сегодня началось нечто непонятное и страшное. Что именно сеньори? Вот что, вот почему я позвала за вами. Пойдем посмотрим, что мой бедный дядя делает в своей библиотеке. Откуда был наш, откуда был наш, откуда был наш, откуда был наш, откуда был наш рыцарские заспехи. Разыскал на чердаке, плакал у него дедушкины. Шлем прадедушки, а меч прапрадедушки. Дядя показывал мне все эти древности, когда я была маленькой. Одним ударом был в реках, расстел, покурился, плановый меча, смеясь над кознами злого волшебника Фрестова. И снова вскочил на коня, но вдруг увидят девушку неземной красоты. Нет, проклятый Фрестон, не остановят меня гнусные твои проделки. Вперед, вперед, не шаг назад. Почему не право стали пасы? Потому же, подобрать я душевный, чтобы не разбудить нас, бедных. Были бы прямо человека, чем ты, не найти в целом на матче. Я приказываю тебе, отвечай. Очень хочется, не вы ответите, да. Скажите мне, что ты в русском языке, я слышу, скажу мне. Слушай же, что о нас напишут с тобой, если завтра мы выберемся из села на поиски подвигов и приключений. Едва светлокудрый Фед уронил на лицо посветлеющей земли полкину своих великолепных волос, едва птички согласно запели в лесах. Приветствую румяную богиню Аврону. О, бля, гали, а что б я говорил-то? Чего красиво? Как мина, придется ехать. А вытащите мне эту силу, ты мне идти. Надень. Очень беславная, я села на птичковке, в магазинчик хватает. Сидёв, ты что, мне полази голову? Я хотел проверить, если шлем не вырежет. Видишь, этот шлем не подходит для странствующего рыцаря. Он бы сломался в первом же бою. Ниши, ниши. Семёра, отдай деталь, зачем он вам? Это не тазик, это шлем рыцаря Фердинанда. Он ему служил долгие годы, до тех пор, пока злой рыцарь Фрестен, злой лошадник Фрестен не украл в него. А теперь этот тазик шлем с пустой не верит. А я вот совсем не мешался на бедные дарья. Синьор, вы не уйдетесь, но только и не бою. Потому что я здесь, по-моему, не дайте мне пожарования. Есть о чем говорить. Я тебя назначу губернатором первого же острова, который я завоюю. Вот это мне давно хочется. И ездить в карете, и ездить пить на золоте. Ездить в карете тоже хочется. Э, было не было. Тогда еще ехать, Синьор. Завтра на расцвете. Путь по ночам. Едем. Что вы делаете, Синьор? Приготовьтесь, Саня. Здесь непременно должны водиться драконы. Драконы, какая гадость. Мы же не встретим. Слышишь? Это дракон. Это он. Синьор, давай, это же конец. Синьор, давай, это же конец, ребят. Видишь этих огромных черных волшебников впереди? Э, Синьор, это монахи. Откуда тут все есть монахи? Вы мастерщи уже корректи. Вы с ним все хранятые дороги уютнее. О, прекрасная дама, признайтесь дончику от Мамальскому. Вы тренеца? Увы, да, храбрый лицей. Сдавайся! Раз, два, три, посиденье беднягу. Сидите меня, Синьор, у меня есть дети дома. Ваше слово для меня закон, о, прекрасная дама. Дарую тебе жизни, злодей, но при одном условии. Ты отправишься к душе лето-божской, и добавишь ей к подвиге, которую я совершила в ее честь. А это далеко? Бось, мой оружной стукашему дорогу. Великодушный ли рыцарь, отнимайте мне самого изнадежного из слуг. Сударая, но вы уговорили мне, что вы пленница. Да, я была в плену у дорожной скуки, но вы освободили меня. Я придумала, как нам поступить. Дамы вашего сердца, ну и я, ибо подвиг был совершен на моих глазах. И слугу не придется никуда не открывать. Ну, соглашайтесь же. Неужели я не достойной любви? Посмотрите на меня внимательно. Ну же! Синьора, я смотрю. И я не нравлюсь вам. Не искушай тебе этого лица. Дамы моего сердца для синей Тадосской. Мы ей не скажем. Нельзя. Мы тихонько. Ни за что. Никто не узнает. Нельзя. Правда, нельзя. Отврянитесь, пожалуйста, не мучайте человека. Ай, тесидоры. Красивое имя? Да, сударыня. Так зовут меня. Обмене дамы вашего сердца. Ай, тесидоры. Нет. Нельзя. Ни за что. Прощайте. Разузнайте у его оруженосца, где он живет. За такого великолепного шута герцог будет благодарен не всю жизнь. Смотри, Саша. Смотри, Саша. Смотри, Саша. Уговорите, у нас есть перекрестка. Перед нами будем черпать извод сера полной прикрышки. Извод сера прикрышки. Память. Смотри, туда. Судьба была расстроена. Туда, смотри. Ничего не вижу, сеньор. Неужели это о сне? Перед нами встроенный кадр с дрянящими руками. Помилуйте, сеньор. Это ветряные мельницы. Как мало-то смыслов русских приключений. Предлагаю волшебненькие великаны. Я приемельно ступлю с ним в горе. Я струблю эту злую корону. А помните, Саша, что вы собираетесь делать? А, страсть отхватил тебя. Ну что же, оставайтесь здесь, под сидеть, а не считай в полицию. Вперед! Ваня, ты красный, тут шиние. Придем. Остановитесь. Класс. 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 Так я не знаю, как лара своему небесная. Как быстро закончить нашу путь на переговоре. Кто стоит здесь? Мой господин мертв. Он не может сонать. Может, это я просто наоборот говорю? Да, что? Вы живи, сеньор. Распадаю. Распадаю голос. Махер. Распадаю голос. Сеньор губернатор. На нашем острове Барбатарии из древней существует обычный, согласно которому новый губернатор, вступая в исполнение своих обязанностей, должен публично разрешить два или три головоломных дела, для того, чтобы публика узнала, уменный новый губернатор или же он бесповоротный и окончательный идиот. И в зависимости от этого знала бы, что делать ему, то есть ликовать или сразу же попадать в обучение. Давайте сделаем ваше дело. Суд, давайте послушаем вашу суда. Вот два штарика, который мог уделить между собой деньги. Что вы скажете, судьи мои? Я губернатор. Да, ему долг, десять зоны. А когда на стол срок попросил, то будет мне вернуть. А он сказал, что он меня уже не вернул, но он их никогда не у меня не возвращал. А победителей у меня нет. Тупитесь, сеньор губернатор. Он давал деться золотые демы? Давал, сеньор губернатор. Давал. Но я его не копал, потом отдал. Жжет он, ваша честь. Сам жжет. Кто справ из них? Ты готов письмовать потом? Готов к левому имену. Пошел, посягай. Полю же мою бабу, сосед. Я принесу в том, что я отдал на мой десять золотых, которые я в нем взял, займу. Как же я не погибу, не покороюсь? Это и баба. Нет, друг. Я скажу правду. Когда посягал, пул паку пососается и не всегда. Но разве она стоит десять червонцев, ваша честь? Стой, стой. Если мозг не улетит, чай, 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 живой полку. Мои не юсти. Он не губернатор. Образдите, мои газеты, мои ребята. Образдите, мои юсти. Походи, мои мальчики, напомните, я не знаю. Обой, обойтой, кого не будет, теперь идет и губернатор. О, иди губернатор! Иди губернатор! Ой. О, иди губернатор! О, иди губернатор! Продолжение следует...